Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Анапчане активно выступают в защиту своих прав и интересов и против стихийных застроек на курорте. Глава Анапы Сергей Сергеев провел выездной личный прием граждан в Первомайском сельском округе. Последний звонок возвестил о начале летних каникул и выпускных экзаменов. Будьте здоровы! Очередной день здоровья прошел в селе Юровка Первомайского сельского округа. В Анапе проходит третий фестиваль искусств сотворения. В спорткомплексе Валиград завершился первый этап чемпионата России по пляжному волейболу. К работе по ликвидации самостроев на курорте подключились общественники и представители территориальных органов самоуправления. Защищают и отстаивают право анапчан жить в благоустроенном городе, где должно быть место и зеленым сквером, и детским площадкам. При очередной проверке закрепленных территорий специалисты службы муниципального контроля обнаружили нарушение. Хозяин дома по улице Тургенева, 212, начал самовольное разрытие прилегающего участка земли. Предположительно, для прокладки инженерных коммуникаций. На требование предъявить разрешение на разрытие хозяин ответил отказом. И только после приезда полиции на нарушителя составили административный протокол. В отношении лица, осуществлявшего указанные работы, составлен протокол об административном правонарушении, который будет рассмотрен на административной комиссии. Правила едины для всех, а их исполнение на контроле властей города. Для еще более эффективной работы с самостроями в процесс включились председатели домовых и квартальных комитетов, представители органов территориального самоуправления. Кроме того, в городе-курорте заработала система народного контроля, воспользоваться которой может каждый анапчанин, имеющий доступ в интернет. Алгоритм работы новой системы «Прост» на официальном сайте размещен баннер «Народный контроль за самовольным строительством», кликая на который пользователь попадает в специальный раздел. На интерактивной карте пользователь сети интернет может добавить адрес здания, которое вызывает у него подозрения. Информацию получат в управлении муниципального контроля и включат объект в план проверки. Результаты проверки разместят на сайте. Проблемы личного характера и вопросы актуальны для всего села. Жители Первомайского сельского округа воспользовались возможностью побывать на приеме главы Анапы. В субботу Сергей Сергеев провел выездной прием граждан в Доме культуры села Юровка. Житель села Юровка Сергей Цупрун обратился к Сергею Сергееву с вопросом о ремонте отсыпки дорог. Глава города-курорта рассказал, в июле на асфальтирование выделят 15 миллионов рублей. Еще один вопрос об увеличении энергомощности для микрорайона на улице Центральная. Линия электропередач, питающая дома этого дома, находится в собственности жилого кооператива. Сергей Сергеев порекомендовал передать линию в аренду Кубанинерго, объяснив, что обслуживанием сетей должна заниматься специализированная организация. Со своей стороны глава обещал содействие направить письмо в компанию с просьбой рассмотреть возможность увеличения мощности. Поспособствовать выделению земельного участка главу попросила Ольга Букеева, заместитель директора школы номер 18 в Юровке. На очередь Ольга Владимировна стала два года назад, но земельный участок до сих пор не получила. С аналогичной проблемой столкнулся Константин Новицкий, исполняющий обязанности главного врача участковой больницы номер 3 села. Сергей Сергеев поставил оба обращения на личный контроль и дал поручение городским службам в срок до 4 июня определить участки. В планах Михаила Гончарова расширение производственных мощностей рыбзавода Юровский. Для этого необходим участок земли для строительства перерабатывающего цеха. Кроме того, Михаил Васильевич планирует заняться выращиванием овощей и хочет построить овощехранилище. Мэр Анапы поинтересовался, сколько человек работает на производстве, на какие рынки поставляется продукция и дал поручение соответствующим службам оказать помощь предпринимателю. Глава курорта на выездном приеме в Приморском сельском округе принял 16 человек. Еще 17 заявителей обратились со своими вопросами к заместителям мэра. В субботу в Анапе о завершении учебного года сообщили в 29 муниципальных общеобразовательных учреждениях города-курорта. Последний звонок прозвенел во время торжественных линеек, провожая школьников на каникулы, а выпускников за новыми знаниями в новых учебных заведениях. Во всех школах на праздники побывали представители администрации города и депутаты. От имени главы Анапы Сергея Сергеева выпускников школы номер 5 поздравила начальник управления образования Нина Филофеева. В этом году в Анапе со школой простилось 1615 выпускников 9 классов и 641 11 классник. Торжественная линейка в школе номер 5 для выпускников стала морским вокзалом. В 8.30 объявили посадку на лайнер выпускник 2014 с сообщением школа номер 5 «Большая жизнь». На причал пригласили 25 членов экипажа 11 класса и 94 из 9 классов. Каждый из пассажиров лайнера заберет с собой солидный багаж. От имени главы города-курорта Сергея Сергеева школьникам вручили подарок. У меня сегодня почетная миссия также от главы. Всегда, когда он присутствует на мероприятиях, он делает подарок. Этот подарок сейчас внесут. Футбольные, баскетбольные, валидбольные мячи для школы. Получайте подарок от главы, прославляйте нашу Анапу. В добрый путь, выпускники! 38 выпускников 11 классов Анапы претендуют в этом году на медали за особые успехи в учебе. Пятеро из них – выпускники школы номер 5. В прошлом году наши выпускники заняли первое место в рейтинге школ муниципалитета по итогам государственного экзамена. И поэтому от души я им желаю эту планку не отпустить, только приподнять. Ну, уже до какого уровня можно приподнять? Единственное, на краевом уровне мы были 19-ми в прошлом году, а в этом году я им желаю, ну, не первого места, но хотя бы в первой десятке быть. По доброй традиции на торжественной линейке прощальный вальс выпускников. И неожиданно для всех гостей – ассорти из танцев. На линейке прозвучали стихи о годах учебы, песни о школе. И, конечно, тот самый волнительный момент – долгожданный последний звонок. Право подать его предоставили выпускнику 11-го класса Павлу Холанскому и ученице 1-го класса Валерии Пилипенко. Лайнер «Упускник-2014» отправился от первого причала. Провожающие на удачу в дальнем плавании выпустили в небо воздушные шары. Когда звенел последний звонок, все, и потекли слезы. И теперь у меня пришло понимание, что все, я больше сюда не приду, больше не буду слышать этот звонок. На самом деле, одновременно и волнительно, и печально, и грустно, что заканчиваем школу, все-таки придется прощаться с одноклассниками, с любимыми учителями, со школой, совсем не хочется. Ну и с другой стороны, тоже какое-то, наверное, воодушевление, то, что закончили, то, что скоро экзамены. Торжественная линейка закончилась. Под аплодисменты школьники разошлись по классам на последний урок, готовятся к выпускным экзаменам. День здоровья прошел в Первомайском сельском округе. Врачи принимали сельчан в участковые больницы номер 3 села Юровка. Для обследования сельских пациентов прибыли 12 врачей. В участковую больницу номер 3 села Юровка в первый час работы специалистов пришли проверить состояние своего здоровья 64 человека. Все обследования и приемы врачей в рамках губернаторской программы «Будьте здоровы» бесплатны. Попасть на прием можно к терапевту, педиатру, неврологу, хирургу, эндокринологу и другим специалистам. Люди очень довольны, что к нам сюда приезжают узкие специалисты. Это кардиологи, неврологи, эндокринологи, окулисты, которых наша участковая больница в своем штате не имеет. Ну, в такие дни здоровья им предоставляется такая возможность. В кабинете окулиста сельчане проверили зрение и провели диагностику глазного дна с помощью офтальмоскопа. Он позволяет оценить сетчатку, диск зрительного нерва и сосуды глазного дна. Каждый желающий мог проверить уровень сахара и холестерина в крови. Волонтерскую помощь врачам в День здоровья оказали студенты Анапского филиала Новороссийского медицинского колледжа. Регистрировали жителей, проводили антропометрию. Не все в городе могут попасть к врачу, очереди там большие, а здесь вот, пожалуйста. Вот лично я зашел, меня взяли за ручку и повели, повели, повели каждому врачу. Так что это очень хорошо, и тем более это бесплатно. Реализация комплекса профилактических мероприятий губернаторской программы позволила добиться определенных положительных результатов. Динамика показателей здоровья населения Кубани улучшилась. Анапчане благодаря Дням здоровья смогли на ранней стадии выявить многие серьезные заболевания. Первый цикл Дней здоровья в сельских округах в этом году закончился. Следующий начнется осенью. И к другим темам. На Кубани развивают отечественное виноделие. 24 мая на западной части Гастагаевского плато Анапской долины открылась первая в России винная деревня. Авторы нового проекта – независимые виноделы, создавшие кооператив. На торжественное открытие деревни побывала наша съемочная группа. Идея создания в Анапе винной деревни возникла давно. Этот новый большой проект создается не на пустом месте. Уже несколько лет группа активистов работает на Кубани. Возделывают виноградники и делают гаражные вина. Землю 133 гектара взяли в аренду на 25 лет. Разделили на участки. Члены кооператива будут подключены к электричеству и водоснабжению. В течение трех лет каждый должен заложить виноградник. У каждого будет посажен виноград, то есть уже в этом осенье мы будем сажать виноград. И у каждого будет винодельно, фермерский дом, у каждого будет какое-то подворье и, естественно, погреб, где он будет выдерживать все вино. Строить будут все в одном архитектурном стиле, так и главная цель проекта – создать объект турпоказа, от которого будет идти прибыль. Через 3-5 лет планируется развить предприятие по переработке винограда и продавать вино под единым брендом. В планах у руководителей запуск масштабного проекта, направленного на импортозамещение. Анапа всегда являлась виноградовским и винодельческим районом и была законодателем мод в этом видом отрасли. В настоящее время у нас находится 3000, в Анапском районе находится 3000 гектаров виноградников. И открытие вот этого комплекса, первого винодельческого кооператива – это, конечно, подспорье для Анапы и для всей винодельческой отрасли. В составе первого винодельческого кооператива не только анапчане, но и винодел из разных городов России. Новороссийска, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Волгограда – все те, кто давно занимаются гаражным виноделем. Любители и знатоки вина с удовольствием дегустировали представленные сорта. Концепция очень интересная. А то, что будут развивать наши виноделия – это здорово. Потому что все это французское, это интересно, конечно, это столетиями веками, но если мы начнем этим заниматься, это будет здорово. В скором времени руководители проекта получат градостроительный план и разрешение на строительство объекта туристического показа. А жители и гости Анапы смогут побывать в настоящей винодеревне, узнать историю создания этого напитка. С 23 по 27 мая в Анапе проходит третий фестиваль искусств «Сотворение» в рамках международного проекта «Анапа. Фестивальная гавань России». Конкурс искусств «Сотворение» проходит при поддержке администрации города-курорта. Основная цель фестиваля – найти и поддержать талантливую молодежь и укрепить культурные традиции народов России. Организаторы фестиваля предоставляют лучшую сценическую площадку на побережье Краснодарского края с профессиональным техническим оборудованием для реализации творческих проектов. Конкурс проходит в нескольких номинациях – народное, эстрадное и академическое пение. Участники будут соревноваться в хореографии в шести танцевальных номинациях, продемонстрируют мастерство в художественном слове и оригинальном жанре – инструментальном творчестве. По специальному решению жюри лучшие конкурсанты фестиваля получат гранты для вне конкурсного поступления в Институт современного искусства в Москве и будут отмечены Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова. 24 мая в субботу футболисты клуба «Анапа» провели очередной домашний матч с «Тимашевским прогрессом». Итог матча 3-1 в пользу гостей. Игра «Анапчан» и «Тимашевского прогресса» собрала на стадионе «Спартак» около двух с половиной тысяч болельщиков. В первом тайме мяч в воротах хозяев оказался дважды. Но первая атака тимашевских футболистов не засчитана. Решение судьи офсайт. «Анапчане» перехватили инициативу. После пенальти с 11-метровой отметки полузащитник Евгений Меркета забил первый и единственный мяч в ворота соперника. Первый тайм завершился со счетом 1-1. Во втором тайме «Тимашевский прогресс» провел удачную серию контратак, забив еще два мяча в ворота «Анапчан». Матч завершился со счетом 3-1 в пользу гостей. 28 мая футболисты «Анапы» встретятся с командой «Афипс» на их поле в поселке Афипский. В «Анапе» завершился первый этап чемпионата России по пляжному волейболу. Финальные соревнования посетили сотни болельщиков и любителей спорта. Майор «Анапы» Сергей Сергеев наблюдал за игрой в вип-зоне спорткомплекса «Волейград». В финале за золото боролись женские команды. Сестры Елены и Марии Свиридовы из Санкт-Петербурга встретились с командой Ольги Мотрич-Владивосток, с Юлией Абалакиной из Москвы. Игра была напряженной. В первом сете выиграли Свиридовы, во втором соперницы выровняли счет. В заключительной финальной партии с минимальным отрывом победу одержали Ольга Мотрич и Юлия Абалакина. Среди мужчин золото завоевали Руслан Даянов и Александр Лихолетов из Олимпика Москва. Следующий этап чемпионата России по пляжному волейболу состоится в Москве с 3 по 6 июля. Это все новости на сегодня. О том, какой будет погода завтра, расскажем прямо сейчас. Партнер прогноза погоды – аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. Этой весной приходите в «Апрель». Оптичная сеть «Апрель» отмечает день рождения. Весь месяц скидки, подарки и призы. Только у нас и только в мае. Купи одну упаковку «Редуксинлад» и получи вторую в подарок. «Апрель» всегда рядом. Телефон единой справочной службы 8 800 290 01. Во вторник, 27 мая, в Анапе будет малооблачно возможен небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы 19-21, ночью до плюс 18 градусов по Цельсию. Ветер южный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 19 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова